Шалом Хавырим! Хочу помолиться и поделиться размышлениями о Слове Божьем. Отец Небесный, благодарю Тебя за милость Твою, за Христа, Сына Твоего, Который был распят за наши грехи, умер и на третий день воскрес. Силою Своей избавив нас и кровью Своей искупив нас от греха, проклятий и смерти. Смерть не властвует над Ним и всяким, кто приходит, обращаясь и становясь под власть имени Сына Твоего, Ишуа. Благослови, Господь, чтобы нам стоять под властью Сына Твоего, Ишуа, чтобы нам быть верными во всяком деле, верными Тебе, драгоценный наш Божий. И дай нам так понимать Слово Твое, истину Твою, чтобы однажды попасть в Царствие Твое и не оказаться вне Дома Твоего. Аминь. Друзья, хотел поговорить, мы прошли праздник Песох, это то, что происходило с народом Израиля, начиная от времен рабства в Египте. И мы размышляли о том, как это связано с Пасхой Христовой, и я делился о том, что происходило с Израилем в канун этого праздника, и что это было вообще с народом Божьим. И сейчас хотел бы поговорить о том, как это, что празднуют в Пасху, и увидеть, какие предписания, какая, что произошло вообще, что какую силу придал Господь этому празднику через свой крестный путь, через распятие, через воскресенье. И давайте откроем Божье Слово, это 1 Коринфянам, 15 глава, с 12 стиха по 24 я прочитаю. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера наша. Это очень важный момент в нашем вероисповедании. Если мы говорим, что мы верим в Христа, если мы говорим, что мы верующие в Яшуа, то составляющая этой веры, чтобы она не была тщетной, то есть бесполезной, бессмысленной, это вера в воскресенье. Это очень важно. Давайте продолжим. Тщетная вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Тоже очень важный момент. Но мы еще к нему вернемся. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу. Когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. И вот этот момент, что поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. То есть, апостол пишет о том, что наша вера и наше отношение с Богом, надежда, они должны уходить туда, в вечное Царство. Воскресение — это наш шанс и наша дверь в Царство Небесного Бога. Он говорит, если только в этой жизни, знаете, люди часто воспринимают, что Бог, к которому они обратились, уверовали, Он помогает, может быть, и ему стоит молиться о наших каких-то повседневных нуждах. Там, мы приболели, или не хватает каких-то финансов, материальных благ, или же приболели наши дети, или же сосед нам не нравится, или мы хотим купить новую машину, и все такое. То есть, мы просим Бога, иногда, правда, об очень важных для нас вещах, иногда не очень важных, но, тем не менее, мы обращаемся к Нему. Особенно, когда такие ситуации, вот как сейчас во всем мире объявлена пандемия, люди заболевают, умирают, и жуть, и страх вокруг. И в это время люди как-то особенно могут отвлечься от какой-то суеты, и обращаться к Богу, и как-то искать какой-то поддержки, защиты от небесных сил. Но приходит обычная суета, и люди опять забывают. Но суть в чем, что апостол говорит нам здесь, что мы несчастные люди. Если мы думаем использовать Бога или Божью силу, что, в общем-то, само по себе Богу нравится, когда мы обращаемся, когда мы уповаем на Него, и Он не против нам помогать. Но если это всего лишь связано наше мышление, наше сердце, наш настрой, а вы знаете, что Бог сердцеведец, написано, что преисподний его дон открытый перед лицом, перед глазами Божьими, тем более сердца человеческие. Он прекрасно видит и знает, что в нашем сердце, а значит, Он понимает, когда мы о чем-то Его просим и обращаемся к Нему, являемся мы теми людьми, у которых воскресение, оно связано с вечным Его, с вечностью, с вечным Его царством. Являемся мы людьми, которые живут и мыслят через воскресение Христа. Это все равно, что, знаете, смотреть локально, вот, Господи, помоги, знаете, как курочки на этой земле, они смотрят себе под нос, где поклевать зернышки, и вот это их территория, где они озабочены, вот, чтобы поклевать вокруг зернышки, и все. Но люди веры, они смотрят гораздо дальше, они смотрят глазами в вечное царство. Так способны смотреть и мыслить, и так верить только люди, люди, которые правда верят в воскресение, которых жизнь не заканчивается только этим земным этапом. Наоборот, этот земной этап дан нам для того, чтобы укрепить отношения с Богом, для того, чтобы определиться, чей ты, откуда ты, и куда ты идешь, если ты на этой земле определяешься, что ты Божий, что ты пришел и родился от Бога, как новое творение, и ты идешь в Его вечное царство, то через это изменяется, через это откровение, через эту веру изменяется твой характер молитв. И вот этот характер молитв, он чувствуется Богом, знаете, как вот, можно сказать, сквозь пространство и время. Как только Бог находит это, как написано о том, что Бог ищет поклонников в духе и в истине. Он обозревает эту землю, и он не ищет просто людей, которые бы что-то просили, нуждались или кому бы помочь, знаете, такая небесная социальная служба. Но он обозревает и смотрит, не найдет ли он веру, настоящую веру. Люди, у которых есть вечные ценности, через их молитвы прямо сквозит вот это вечные ценности, которые во всех молитвах такого человека будет обнаруживаться то, что этот человек рожден свыше, то, что этот человек является Божьим, и то, что этот человек твердо верит в воскресение. Молитвы, в которых нет веры в воскресение и надежды на вечное царство, они такими молитвами молятся весь мир. Всякий человек, который попадает в какие-то сложные обстоятельства, так или иначе обращается, как есть такая русская пословица или украинская, «Як беда до порога, так мы до Богу». И вот когда беда приходит на порог, тогда мы сразу, где же наш Бог? «Боже, помоги!» А потом еще, не увидев каких-то действий со стороны небес, мы можем и расстраиваться, естественно, никакой веры в этом у нас не будет. Поэтому проповедь, в которой послание Христова, оно все было пронизано воскресением, оно все было пронизано не просто устройством на этой земле, оно было пронизано тем, что создать церковь, и церковь, которая идет в его вечное царство, церковь, которая проповедует воскресение, в этом благая весть, в том, что посредством его крови мы получаем прощение грехов. Но зачем оно нам нужно, это прощение грехов? Это прощение грехов нужно нам для того, чтобы мы были приняты Богом, потому что ничто грешное, оскверненное и пропитанное грехом, плотское, не может войти в его царство. Поэтому суть не просто в прощении грехов, суть не просто в распятии Христа на кресте, а суть то, ради чего все это сделано. А сделано это ради того, чтобы мы в воскресении, которое первый прошел Христос, воскреснув из мертвых, ведет нас в это воскресение. Но идем мы в это воскресение, давайте почитаем дальше, как мы туда идем. Откроем Римлянам 8 главу, 10 стих и по 16. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Итак, братья, мы не должники плотить, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умершвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которое взывает Ава Отче, сей самый Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Смотрите, какая интересная вещь. Здесь мы читаем о том, что наше воскресение, оно зависит от того, что Дух Божий живет в нас, но дальше мы читаем, что Дух Божий живет в нас, если мы живем не по плоти. Понимаете, улавливаете связь? Если начать с другой стороны, то получается, человек, который умершвляет свои плотские желания, похоти, и тем самым уходит от того, чтобы согрешать перед Богом, тем самым он открывает двери для того, чтобы Дух Святой жил и вел, жил в нем и вел его. И тут написано, что «Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим». Дух Святой – это как печать. Написано, что мы запечатлены Духом Святым. Это как печать, когда Дух Святой пришел в мою жизнь и жизнь еще сотен тысяч людей, которых я лично знаю, которых знаю через моих знакомых, друзей. И, в общем-то, так живет вся Божья Церковь. Это то, что Дух Святой прикоснулся однажды и начал говорить. Говорить в совесть человека, обличая о каких-то вещах. Ведь наш приход к Богу, наша вера в Бога, она меняет нас. Кто-то однажды сказал, если твоя вера не меняет тебя и не меняет обстоятельства вокруг тебя, то это мертвая вера. Религия, она так и из этого и состоит. Люди вроде бы как бы соглашаются с тем, что да, вот есть Господь, я верю. И через это думают, что они могут называть себя верующими. Просто потому, что они как бы на уровне мышления такого согласились, приняли. Типа, я ж не отрицаю, что Бога нет. Я даже не говорю, что я от обезьяны. Есть Бог, да, верю в Него. Но, говоря о вере Божьей, которую Бог подарил своим детям, мы говорим совершенно о других вещах. Дети Божьи, которые воистину Божьи дети, они будут очень сильно встречаться в борьбе со своей плотью, со своими плотскими началами, греховными началами. И через это все больше и больше открываться для Святого Духа. Однажды Он пришел в жизнь каждого из нас, когда мы еще были грешными, Он пролил за нас кровь, когда мы еще не думали о нем, не думали меняться, Он уже все сделал и пришел в нашу жизнь. Это благодать, огромная Божья милость. Но когда Он пришел, Он начинает строить с нами отношения. И вот человек, который может сказать, что я верю в воскресенье, для этого нужны подтверждения того, что он верит. Ведь мы знаем, что Писание говорит нам, что вера без дел мертва. Дела веры — это быть послушным Богу. Многие говорят, ничего не важно, главное — верить. Наши дела не важны. Перевел я бабушку через дорогу, или не перевел. Друзья, это вообще не уровень мудрых людей размышлять так. Причем тут какие-то житейские дела. Основное дело веры — это быть послушным Богу, быть послушным Его Слову. И если Его Слово называет, что что-то в нашей жизни является плотским, а значит, греховным перед Богом, и мы игнорируем это, оставляем эти вредные привычки, потому что наша плоть, она говорит, вот я хочу, я такой вспыльчивый. Подожди, ничего страшного, что ты вспыльчивый. Ну как ничего страшного? Ну за это тебя не ждет какая-то кара сразу. Ты вспыльчивый, окей. Первый шаг сделан, ты это признаешь. Но второй шаг, или ты хочешь сказать, принимайте меня такой, как я есть. Бог любит меня таким, как я есть. Дорогой мой друг, может быть, я тебя сейчас разочарую, но Бог совершенно не любит людей, которые плевать хотели на то, что для Бога является важным. Бог совершенно ничего общего не имеет с людьми, которые плевать хотели на то, ради чего был распят Его Сын. Если люди остаются в плотском греховном состоянии, оправдывая и говоря, называя это слабостями или то, что Бог меня и так любит, эти люди просто хотят протащить свое плотское греховное мышление, протащить это и назвать это нормой на территории церкви. Да? Но ничего общего с тем Богом, в Которого мы уверовали, Который умер на кресте, отдав своего Сына за наши проклятия, грехи, чтобы освободить нас, чтобы мы стремились к вере в воскресение. И это время, которое дано, если Бог тебя сразу после раскаяния не забрал на небо, значит, тебе предстоит огромная борьба, борьба со своими привычками, характерами. Давайте откроем еще римлянам шестую главу с четвертого стиха я буду читать по тринадцатый. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветки наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему и похотям его. И не предавайте членов ваших греху и орудия неправды. Но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых и члены ваши Богу в орудия праведности. Что сделал Христос? Как знаете, некоторые говорят, что так, а я верю, что я умер со Христом и я верю, что я воскресну со Христом, но жизнью своей и поступками своими и характером своим говорят совершенно обратное. вера это не просто соглашение с тем, что ты прочитал в Евангелии, в Новом Завете. Вера это то, как ты живешь. Вера это то, как ты поступаешь. Вера это то, что ты делаешь. Ведь согласитесь, совершенно бессмысленно будет смотреться ситуация в том, когда мы будем видеть, что муж бьет свою жену, своих детей. Мне сегодня буквально попался какой-то ролик, и там парень киргиз, по-моему, очень такой крупный, здоровый мужик, и избивает своего сына, сынулю, которому лет 6, может быть, 5-6, может, так. И вот он просто очень сильно бьет его, бьет, по голове бьет, видно, мать пытается как-то заступиться за сына, но видно, что как она боится, что, видимо, не раз сама была бита. и вот допустим мы видим такую ситуацию, вот такой увидели материал в сети, и кто-то увидев этот материал, потому что там прямо была информация какого года, то есть кто-то нашел эту информацию о нем и выкинул сеть, что знаете, вот такой вот человек, чтобы типа пусть все знают кто он такой, и вот по идее к нему должны прийти службы, которые по делам детей или более суровые органы и разобраться, и вот к нему приходят и говорят слушай, что ты делаешь со своим ребенком и со своей женой, и он говорит, вы знаете, я их очень люблю, согласитесь, это как минимум странно смотрится как максимум это полная чушь, поэтому от того, что мы говорим, что мы любим Бога, что мы верим в Бога, мы верим в воскресение, мы верим в то, что мы умерли со Христом на кресте, и мы верим, что мы воскреснем вместе с Ним, это начало, которое нам дает возможность так жить, потому что если бы не было распятия на кресте, если бы не было пролита искупительная кровь, и не пришла сила, которая освобождает нас, если другим словом, Христос искупил нас из рабства, забрал власть у сил тьмы, и он сказал, теперь ты свободен, то, что произошло на Голговском кресте, это была дарована амнистия свобода от проклятия, которого в жизни бы ты не смог просто так сам освободиться, но дальше он говорит, ты как свободный человек, теперь способен выбирать, куда ты пойдешь, и есть люди, которые выбирают, говорят, нет, нет, я остаюсь, я остаюсь с этим прежним хозяином, спасибо, конечно, ну, некоторые даже и так не считают, что спасибо, конечно, то есть, они вообще говорят, что да, это все исторические сказки иудеев, вера в Иисуса и так далее, но некоторые говорят, вот, спасибо, то есть, их вера на таком уровне, будь здоров, спасибо, на таком уровне, что они считают, ну, я верю, спасибо, но я предпочту остаться со своим прежним хозяином, что такое прежний хозяин, это хозяин греха и плотского мышления, плотских поступков, плоть, плоть, это тоже хозяин, плоть, дьявол, тьма, они как бы на одной территории находятся, но другая территория, территория свободы, путь веры, это путь за Христом, и это твой выбор, твой, мой выбор, каждого из нас, тут уже нашу веру, придется подтверждать, и давайте прочитаем еще одно место, это будет завершающее место, Колоссянам 3, с 1 по 17 стих, итак, если вы воскресли со Христом, смотрите, мы сейчас прочитаем как бы признаки того, что когда ты говоришь, я верю, что я воскрес со Христом, я верю, что мой дом, это небеса, я верю, что меня ждет вечная жизнь с Богом в раю и счастье, и свет, и радость, то такого человека должны будут сопровождать и подтверждаться его поведением, а не просто тем, что он говорит, что он в это верит, то есть, если он по-настоящему верит, то давайте прочитаем, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, первое, это люди, которые будут искать горнего, это люди, как я говорил, не просто как курочки, которые вышли и смотрят семечки перед своим клювом, и это их территория, что такое курочки, которые клюют зернышки, это жизнь с мышлением о земном, земном устройстве, это каждого волнует, я не вычеркиваю это из списка наших потребностей, но я говорю сейчас о мышлении, в котором люди живут, устройство нас, нашей работы, нашего какого-то подъема по карьерной лестнице, это устройство и здоровье наших детей, это финансовая защищенность, и помните, написано, что не имейте такого мышления, такое мышление это мышление язычников, такие заботы, это заботы, кто такие язычники, это люди, которые не верят в Бога, которые не имеют ничего общего с Богом, но вы же помышляете о Царстве Небесном, о горнем, то есть это то, что я говорил, это меняет характер молитв, это меняет характер мировоззрения, когда человек по-настоящему верит, и я вам скажу, что почему я сказал, что из списка всех этих необходимых для нашей жизни вещей это не вычеркивается, но акценты у человека однозначно стоят другие, приоритеты у этого человека однозначно стоят другие, потому что тот, кто обо всем этом заботится, он очень сильно боится это все потерять, как и жизни своей. Мы говорим, что мы верим в Бога, который воскрес из мертвых и воскресит нас, но как только становится вопрос, и каждый сейчас может это увидеть в себе, потому что во всем мире стал вопрос болезни, коронавирус, смерти, и вот каждый может проанализировать, что, где я, что происходит со мной, на каком уровне моя вера, что дрогнуло внутри меня, какие ценности внутри меня, во что я верю, куда уходит моя вера якорем, уходит ли она в вечность, или все-таки все это земное и все происходящее на этой земле так сильно меня расстраивает, так сильно меня лишает до депрессии и просто паники и страха, или же все-таки я живу небесными ценностями, друзья, у кого недостает веры, у кого недостает мудрости, написано просите у Бога, и Бог без всякого осуждения дарует, но каждый должен точно в себе оценить, какова его вера, без здравой оценки уровня своей веры и уровня своих ценностей, невозможно просить у Бога что-то, если ты будешь думать о том, что твоя вера сильна, что ты такой верующий человек, это самое опасное состояние, потому что однажды мы все предстанем перед Богом, и нам надо пройти в эти врата воскресения, если ты не жил этим духом воскресения на этой земле, если твое мышление, твоя вера не была пропитана вечными ценностями, вечным царством, ты не пройдешь в эти врата воскресения, ты не воскреснешь, только живя здесь тем, кто победил смерть, живя его ценностями, живя полным доверием ему, полной верой в него, и все это должно подтверждаться, и давайте дальше, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, другими словами, человек, который так живет и так мыслит, его приоритеты это горня, это высшая небесная ценность, он мыслит через воскресение, смотрит далеко в вечность, то этот человек является человеком, который воскреснет, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, а вас можно так сказать, если же вас не является все это, то от того, что вы скажете, я верю, что я живу во Христе, я воскресну во Христе, поверьте, это никак не повлияет от того, что вы это говорите. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши. Смотрите, мы говорим о воскресении, мы говорим о вечном царстве и о том, что Иисус, Он первый, кто прошел через врата смерти и воскрес из мертвых. И везде мы видим отсыл, что противоположность воскресению это смерть, это грех и это плоть, плотская жизнь. С этой стороны мы видим распятие и воскресение Христа. Это жизнь по духу и быть послушным Божьему духу. И это умершление плоти, то есть борьба со своим плотским мышлением, послушание Богу. И дальше мы читаем «Умертвите земные члены ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». Помните, чуть раньше мы говорили о том, что очень неправильно думать, что Бог любит меня таким, как я есть. Он меня принимает таким, как я есть. Друзья, он пока просто не изливает гнев и ярость свою. Ты можешь назвать это принятием, окей, но через время, если ты не избавишься, если ты не начнешь признавать первый, первый шаг признавать, Боже, что же я делаю, почему же моя жизнь наполнена плотскими ценностями. Я вот то, как та курица, клюю у себя под носом, я совершенно не мыслю твоими небесными приоритетами, я не ищу горнего, я полностью погружен в суету этой мирской жизни, мне так важны карьеры, деньги, дети, устройства и все остальное, а где же ты, Христос, где ты в моей жизни, который отдал свою жизнь за меня. Послушайте, друзья, ничто не может нас провести, как бы мы ни сказали, я так сильно заботился о своей маме, о своих детях, безусловно, человек, который не заботится о своей маме и своих детях, это человек недостойный, но, друзья, это не может стать критерием входа в его царство, Иисус где-то говорил, кто не возлюбит меня больше, свою жену, своих детей, жизни своей, тот не достоин меня, поймите, это не просто социальная правильная позиция, это вера в вечное царство, и дальше, он говорит так, что это земные члены, мертвите их, то есть, это ваша ответственность, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними, помните, я сказал о том, что пришел царь, искупил нас, омыл и очистил, но не все готовы пойти его путем, и некоторые, здесь апостол говорит о том, что вы жили раньше так, теперь это не может быть вашей жизнью, вы раньше так мыслили, вы со всем этим уживались, теперь это не может быть вашим путем, вашим сопровождать вас на пути, потому что вы новое творение во Христе Иисусе, и ваше новое мышление, ваше новое отношение, ваши страхи должны уйти, ваша паника должна остаться, вы выкуплены, искуплены драгоценную кровью Христа от суетной жизни, теперь вы не свои, вы не принадлежите этому миру, вы не принадлежите даже сами себе, вы принадлежите тому, кто пролил за вас кровь, если вы желаете воскреснуть вместе с Ним, то это время как раз сейчас определится, а теперь вы отложите все, гнев, помните, я говорил о том, что может человек говорит, я просто вспыльчивый, другой говорит, ну а я просто не могу оставить свои вредные привычки, а я просто, вы поймите, это не просто, это ответственность, а теперь вы отложите все, поймите, это даже не Бог говорит, а теперь я отложу от вас все, он говорит, это я отдаю вам, вы, вы отложите, гнев, ярость, злобу, злоречие, злоречие, это не только маты или какая-то грязь, злоречие, это когда в твоих словах есть злость, зло и помышление о зле, сквернословие, это уже конкретно ругательство, уст ваших, не говорите лжи друг другу, поймите, воскресение связано с тем, насколько ты стараешься быть честным, насколько ты правда настраиваешь себя, чтобы не лгать, совлекшись ветхого человека с делами его, облегшись в нового, то есть снимая с себя старого человека, как старую запачканную одежду, мы должны снимать пуговица за пуговицей, пуговица за пуговицей, куртка, свитер, рубашка, майка, штаны, мы должны полностью совлечься, то есть раздеться от старой природы, естественно, мы делаем это шаг за шагом, но ни в коем случае мы не признаем том, что наша одежда, что то, как мы живем, то, как мы поступаем, и так сойдет, потому что на порогу в Божье Царство нас не пустят в этой старой одежде, и облегшись в нового, который обновляется, то есть новый человек, он не просто однажды оделся в новую одежду, он еще и обновляется, знаете, как на компьютере есть на телефоне обновление, обновляется в познании по образу создавшего его, гнинет ни Елена, ни Иудея, мы говорили в том, в тот раз, мы говорили о том, что разрушена эта преграда, стоящая посреди и евреев, и язычников, где Господь в одном человеке создал вот этого нового человека. Не обрезание, не обрезание варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные, в милосердие. Теперь он говорит, что есть эта новая одежда, то он говорил о старой одежде в ветхом человеке. Теперь он говорит, как выглядит новая одежда, и скоро мы будем распознавать и уже это время, где не просто мы говорим, я верующий, я хожу в классную церковь, я харизмат, а я пятидесятник, а я баптист, а я католик. Приходит время, когда распознавать своих, Божий ты или не Божий, мы будем вот по этой одежде. Если твоя жизнь свидетельствует о том, что ты ходишь в старой греховной ветхой одежде, и даже не чувствуешь в том, что ты не переоделся, не подготовился ко встрече со своим женихом, со своим царем, то грошь цена твоим словам, и мы не верим в то, что ты Божий человек, но когда человек выглядит, вот как мы читаем здесь, облекитесь как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, то есть ты видишь проявление этих качеств в человеке, что он милосерден, то есть его сердце доброе, он милостивый, благость, что этот человек благой, знаете, вот когда человек благий, он с ним он такой благоприятный, благой, то есть с ним приятно, и он это кротость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, помните, вот вспыльчивость, вот кротость, это гордость, противоположность, смиренно-мудрие, это такой противоположность, выскочка такой, знаете, самолюбивый, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Поймите, вот от этих качеств зависит наше воскресение во Христе. Не просто от того, что мы, ой, я верю до посинения, прям, что я воскресну со Христом и буду в Его... Дружище, есть, как говорится, вот знаете, где проверяют, чтобы соответствовала одежда проводимому мероприятию, вылетело это слово. Ну, вы подскажите мне оттуда, с экрана. Дресс-код, вот мне подсказывает мой оператор. Дресс-код, вот это дресс-код входа в Его Царство. И когда мы будем видеть таких людей по духу, мы будем понимать, это свой. Вот, когда вы видите таких людей, ни пафос, ни какие-то заумные речи, ни какие-то великие там, я не знаю, всё, что угодно, не имеет никакого значения, как только вы будете видеть и чувствовать, что в этом человеке присутствуют вот эти качества, о которых мы сейчас читаем, это вот эта кротость, смиренно-мудрие, благость, милосердие, долготерпение, прощение. Будьте рядом с этим человеком. Это свой. Это Христовый, по-настоящему. Это человек, который идёт этим путём воскресения, который почитает царя, победившего смерть. И это не ложь, это не брехня, это настоящий верующий. Будь рядом, тянись к таким людям и иди вместе с ними. Но если ты слышишь что-то, но не видишь вот этих качеств, не верь этому. Беги, чтобы тебя не обманули, чтобы ты не встал на путь псевдо-веры, псевдо-религии, псевдо-каких-то вещей, которые только уведут тебя от Божьего Царства. «Прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы, более же всего облекитесь в любовь». Это самое важное качество, которое, в общем-то, и содержит в себе все предыдущие, которые мы прочитали. Поэтому апостол говорит, что это более всего это самое вот важное атрибут. Но кто-то может себе представлять любовь в одном смысле, кто-то в другом. Но здесь мы видим, что предыдущие качества, они говорят, что этот человек обладает любовью, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует сердцах ваших мир Божий, то есть вот этот шалом, которому вы и признаны в одном теле, и будьте дружелюбны. Вот люди, которые обладают этими качествами, дружелюбны, это люди, которые твой брат или твоя сестра является настоящим Божьим человеком. Ну, естественно, при том, что он говорит, это не просто добренький такой человек, а который говорит, что исповедует веру в Христа. Слово Христово довселяется в вас обильно. Мы прежде читали об обновлении, что со дня на день обновляется Божий человек. Так вот, обновление приходит от Слова Христового. Что значит вселяется? Это значит, что мы выполняем его Слово. Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Дорогие, я рад был поделиться с вами, как говорится, то, что имеем, то и даем. Я всем желаю жить в воскресении Христовом, жить, ценностями Его Царства. Если ты на это время, когда была вот это, ну, еще продолжается, но уже идет на спад, карантин и вся паника, это очень хорошее время, которое могло проявить в тебе слабые места твоего неверия, недоверия Богу и страхи, и ты понял, что слишком уж дорого тебе вот это земное, и все, что происходит, и схватился за эту бренную земельечку, и боясь ее отпустить, и забыл про твоего спасителя, царя, который силен и могущественен, и ждет тебя в своем царстве, то просто покайся, признает. Первый шаг это всегда признание того, что это есть, это уже полдела. Друзья, это очень важный шаг, признать, признать то, что с чем-то ты не справляешься, что-то есть тебе земное, плотское, что-то есть, что нужно избавляться, у всех у нас есть то, от чего нам надо избавляться, изменяться. Но всякий человек, который признает, он делает уже первый шаг, потом начинает шаг пуговица за пуговицей, как мы с вами говорили, снимать эту старую природу. Я благословляю вас, я обнимаю вас, увидимся, будьте здоровы!